Всем привет! Так, папа у нас тут сразу с утра кусты подстригает. Я уже второй авокадо посадила. Мама, ну там холодно! И куда я тебе его поставлю? Куда поставлю? Нет, не нужно поливать, сейчас потечет вот здесь, вот снизу. Я уже поливала, видишь, мокро. Нужно куда-то поставить вон туда. Вон один растет уже. Макс, вон туда поставь. Аккуратненько. Холодно у нас уже ночью. Вот, кто здесь стоит. На великах поедете кататься? Да. Когда, сейчас? Немножко далеко. Немножко далеко? Ну хорошо. Ночью придете? Нет, не надо ночью приходить. Короткая стрижка, совсем что-то там сантиметров 20 обрезает. А, ну сосед тоже там обрезал много. Вот этот куст мне нравится больше, потому что он практически вот за всю зиму, за всю осень он практически не опадает. А вот эти вот кусты, они просто самые ужасные. Вот эти вот зимой будут опадать полностью. Все будет в листве. Сбрасывают листья очень медленно, и это постоянно нужно убирать. Кстати, я сегодня разговаривала с Маргаритой, она мне звонила. Кто еще не понял, куда уехала Маргарита, она поехала в другой город. Она поехала с подружкой и с родителями. Она не с одной подружкой поехала, как многие подумали. Я бы так ее не отпустила. Они там сняли домик. Она мне уже звонила, показывала. Ну вот в прошлом влоге я показывала вам пятницу. В пятницу она уже будет дома. Она мне сегодня звонила, сказала, что вчера у нее была температура. У них там небольшой бассейн есть, типа джакузи. Они вчера купались. Естественно, там горячая вода, но все равно на улице холодно. Видимо, она как-то ее где-то продула. Подмерзла она, видимо. И она сказала, что у нее вчера была температура 38. Сегодня нормально. Она больше ни в коем случае не купалась. Иначе она точно заболеет. Проваляется там всю эту неделю. А так у нее все хорошо. Вчера она сидела дома. Сегодня, скорее всего, они пойдут немножко погуляют. Там очень красивая природа. Там лес рядом, горы рядом. Она, кстати, сторисы снимает иногда. Поэтому, если хотите посмотреть, то ссылочка в описании на ее инстаграм. Она иногда снимает сторисы. Погодка сегодня у нас хорошая. Не знаю, пойдем мы сегодня куда-нибудь погуляем или нет. Что-то сделаем. Это как вообще так? Такое ощущение, что он резал не куст, а стол. Конечно, он картонный. Ну, картонный столик. Хорошо у него получается. Не успел достричь, как столик поломался. Все, готовы? Да. Вот этот велосипед, это Ксюша велосипед. И он уже, скорее всего, перейдет к Каролине по наследству. Да, Макс? Да, придется к Каролине. Так вы сейчас пока соберетесь, уже будет поздно. Да. Все, твой велосипед ушел. Да. Каролине. Там гусеничка. Какая красивая. Бонька ее съест. Ты где ее нашел? Там, на кустиках? Тебе подстригается уже пора. Последний раз в Испании подстригались уже оброс. Да, и гусеница тоже любит солнышко. Ты любишь солнышко? Нет? Почему? Потому жарко будет. Жарко будет? Ниже, наверное, нужно опустить. Тебе маленький этот велосипед уже. Да. Маленький уже. В белых носках. Да, правильно. Синобушай, мама! Ой, массово хуйня. Да. Пробуй. Тестируй. Папа! Вот. А теперь давай прокатнись по этому. Папа! По газону. У Каролине слишком низкое сидение. У нее ноги не выпрямляются, согнутые постояльные. И она, когда она крутит педали, устанет так быстро. Меня здесь так подогрело, я аж спать захочула. На солнышке тепло. Прилежь бы и поспать на диванчике. На воздухе свежем. Бабуля тоже пришла на солнышке погреться. Тепло? Да ничего. Не холодно? Да пока нет, забыли. Ну, ну, керфер. И пока нет. Уже приехали? Не, ну, уже... Замерз? Нет, мы сейчас идем еще раз. Все, ладно. Да прям. Мы сейчас кушать будем скоро. Жарко было? Да ладно. Бонни? А то капот. Устали? Ксюша. Как тебе на моем велосипеде? Нормально? Хорошо. На прогулочку мы идем. Вечерняя прогулка. Бонни опять с нами едет? Баук. Бабушке нужно ходить побольше. А если она будет так сидеть за дома? Даже дома ходить? Свой душой. Ну, а дома... Дома это дома. Не походишь. Сел и сидишь. Все, не встаешь. А на улице гуляешь. Пока у нас каникулы, будем гулять каждый день. И погода хорошая, кстати. Поехали мы выгуливать бабушку. Тебя не укачало еще, мадам? Солнышко светит, да, пока еще? Свинюшка ты. Да. Так, папа нас на кладбище привез. Девочка умерла. Десять лет. Десять лет? Девочка. Какого года? Вот. Ой. Да, точно. 1856-й. И умерла 1866-я. Матильды. Матильда. Матильды. Она что тут внизу? Ну, наверное, вон там внутри. Почему это закрыто? Я не знаю, если они здесь. Папа сказал, да. Да? А это закрыто. А почему это закрыли? Не знаю. Вот они там, наверное, жили, вот в этом замке. Ну-то и дети, и папа, и мама, и родители, в общем, и дети здесь. Возле замка прям. А тут несколько сразу, что ли? Нет, нет. Ну, там сейчас музей уже. Так, мы пошли в Круговую посмотреть. Там с другой стороны тоже. Пока солнышко светит, мы гуляем. Так, все, мы пошли обратно. Уже холодно становится. Там можно идти дальше, далеко туда, прямо аж дальше, в ту сторону. Дорога очень длинная, но мы дальше не пойдем, потому что нам нужно еще вернуться, бабуля, бабуля уже устала. Много она ходить не может. Начала готовить кушать и совсем забыла, что плов снимаю. Так торопилась, кушать хотим. В общем, решила слепить самсы. У меня здесь фире индейки. Кубиками нарезано лук и тыква. Вот, я уже первую партию в духовку отправила. Пекутся. Так, сейчас мы бодельничек поставим, чтобы они у меня не сгорели. Сколько? Минут 30 нормально будет. Вот, тесто у меня покупное. Я сама слоеное тесто не делаю и покупаю. В принципе, тоже очень вкусное тесто. И мне кажется, что останется все-таки у меня фарш. Идется завтра тесто докупить и доделать. Потому что фарш у нас много получилось, начинки. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуем, какие они внутри. Вкусные. С тыквой. Должны быть мягкие, сочные, да? Должны быть сочные. Ну все, пробуйте. Макс, если бы еще один, было бы у меня этот лист теста, хватило бы еще на один лист. А может быть, я эти котлетки пожарю, добавлю яйцо, немножко муки, котлетки. Не сильно. Можно было побольше, наверное, тыквы. Побольше тыквы нарезать. А то они у меня не едят ни с луком, ни с тыквой, ни с чем. Просто с мясом сделала, чтобы голодные не остались. Чай без сахара? Чай без сахара выпил? Партию умяли за 2 секунды. Вторая партия пошла. Каролина, поела? Да. Наелась? Нет. Ешь, давай. Мы решили поехать за мороженым. Хотим посмотреть какой-нибудь фильм интересный. А без мороженого неинтересно. Мам, я хочу фильм Фортнайт. Фортнайт? Какой фильм Фортнайт? Фри Гай. А, Фри Гай. Мы же смотрели этот фильм. Тебе не холодно будет? Нет. Холод такой. А мы куда идем? Мы пешком сейчас пойдем в магазин. Да, конечно. Да. Ну, садимся быстрее. На, мы он. Ксюша, хватит доводить. Вот эти двое, вот сейчас, вот Ксюша и вот мальчик по имени Максим. Они друг друга так любят доставать, но все равно вместе у них любовь такая какая-то. Доводите друг друга. Им вот так весело. Они друг друга доводят и радуются. Вот у них такая своеобразная любовь брата и сестры. Что он делает? Так, что там взяли? Показывайте. Но, но, но. Зачем раскачивают? Одно мороженое только взяли. Одно мороженое. Одно мороженое. Много. У нас много человек. Вот это и вот это. Нет. Только это. Только это. Вот такие. А, это маленькие эти штуки на фаснах покупают, только мы большие брали раньше. К нам приехал парк аттракционов, но прикол в том, что туда без прививки нельзя. Только мне интересно, парк же на улице, но все равно сказали вход только с прививкой. Так что мы даже и в парк не можем сходить, покататься на аттракционах. Всяческими способами пытаются людей заставить сделать эту прививку. Это очень маленький. Но в Швейцарии 60% населения сделали прививку. А, 80, хотя бы 80% они хотят, чтобы население привилось. А мы будем, в общем, держаться до последнего. Чем она занимается у нас? Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Ты опять телевизор смотришь? Да. Тебе не скучно? Нет? Весело? Домой хочешь? Да. Да? Как ты себя чувствуешь? Температуры не было? Нет? Кашляешь? Нет, не так сильно, как вчера. А завтра гулять пойдете? Угу. Понятно. Привет всем передавай. Все соскучились, спрашивают, когда Маргарита приедет. Скучно без тебя, говорят. Вот ты, какое мороженое разное, всякое разное. Это что такое? Карамель, брауни. Бабули. Бабулина. Мороженое вам. Бонни, это не тебе. Я тоже хочу брауни. Ты почему еще не спишь? Не хочу. Давай все, быстро спать. Все быстро, быстро сказала. Мы в последнее время вообще спать очень поздно ложимся, где-то в час, в два, иногда даже в три, а потом спим до обеда. И так у нас день весь пропадает, ничего не успеваем, поэтому нужно пораньше уже спать ложиться. Будем отдыхать. Мы всем пока и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.